Добрый день! Приветствую вас на канале Союза педиатров ТК России. Я врач-ортопед Крагин Федор Сергеевич, работающий в консультативно-диагностическом центре Научного центра здоровья детей. Сегодняшняя тема ТК разговора касается очень актуальной и часто встречаемой жалобы при первичном осмотре — это определение разной высоты ног. Не скрою, что существует очень много способов измерения, и, как правило, наиболее часто встречаемым из них — это когда ТК ребенок лежит в горизонтальном положении. Сразу могу сказать, что эта методика является абсолютно неточной, и при этом ТК ребенка можно положить с перекосом таза, и тогда погрешность измерения будет очень большой. Почему на этом заостряю внимание? Потому что от точной методики измерения разной высоты ног зависит выбор дальнейшей тактики консервативного либо оперативного лечения детей. В связи с этим предлагаю несколько очень простых доступных способов измерения высоты ног. Все они исходят из того, что нужно ориентироваться на четкие ориентиры опорно-двигательного аппарата. Итак, первый способ — это измерение анатомической длины ног от гребня подвздошной кости. Для этого непременным условием считается, чтобы ребенок находился строго в вертикальном положении. Для этого нужна сантиметровая лента, и общая длина ноги измеряется от гребня подвздошной кости до пола. Следующей методикой — это определение высоты ног по внутренней поверхности коленного сустава от промежности до пола с одной стороны и от промежности до пола с другой стороны. В тех случаях, когда нужно отдельно замерить высоту и бедра, и голени, предлагается следующий способ. Это от гребня подвздошной кости до щели коленного сустава. Методика очень проста. Это длина бедра и длина голени от щели коленного сустава до пола. В тех случаях, когда компенсация укорочения составляет от 1 до 3 сантиметров, мы рекомендуем компенсировать укорочение изготовлением ортопедических стелек. Тогда, когда укорочение составляет от 3 до 5 сантиметров, требуется изготовление сложной ортопедической обуви. При укорочении от 5 и выше сантиметров показано изготовление сложных ортопедических аппаратов, либо в выборе того или иного способа оперативного отключения. Методика, на наш взгляд, очень проста, не требует специальной подготовки, и мы рекомендуем ее в широкую практику. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, не болейте!